Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Средний размер пособия составит 12 900 рублей. Следующее повышение ожидается в апреле, а в августе будет произведен традиционный перерасчет ежемесячных денежных выплат работающим пенсионерам. Напомню, с этого года страховая часть пенсии конвертирована в баллы. С 1 февраля стоимость одного балла составит 71 рубль 41 копеек. В Прохладненской районной больнице появился современный компьютерный томограф. Минздрав КБР приобрел его в рамках сосудистой программы, реализуемой в республике. Согласно ей, в Кабардино-Балкарии будет открыто несколько сосудистых центров. Это позволит проводить раннюю диагностику и лечение больных инсульта. По словам специалистов, новый томограф позволяет получить максимально точное изображение головного мозга, провести анализ и оценку состояния сосудов. Все работы по монтажу и вводу в эксплуатацию были проведены очень оперативно, благодаря содействию Министерства здравоохранения. Специалисты у нас свои, доктора, которые прошли стажировку на рабочем месте на базе Республиканской клинической больницы. Средний медперсонал у нас обучен для работы на этом аппарате. Добавлю, что в конце прошлого года в Прохладненской райбольнице появился новый стационарный цифровой флюорограф. В планах приобрести и передвижной аппарат. Свыше 200 миллионов условных банок плода овощных консервов произведено в Кабардино-Балкарии в прошлом году. Это на 50% превышает показатель 2013-го, информирует Республиканский Минсельхоз. Почти настолько же увеличилось производство сыров и творога. Выработка цельномолочной продукции выросла на 20%. Также стали больше производить кондитерских и макаронных изделий, растительного масла, минеральной воды и безалкогольных напитков. По данным Кабардино-Балкария Стата, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в прошлом году отгрузили товаров, а также выполнили работ и услуг на сумму около 16 миллиардов рублей. Это на 12% больше, чем в 2013 году. В Министерстве образования и науки России приступили к составлению списка самых востребованных и перспективных специальностей, пишет ТАСС. Планируется, что таковых будет 50. По ним будут обучать как минимум в половине вузов страны. Перечень профессий должен быть согласован в отраслевых министерствах и объединениях работодателей. Уже известно, что в список войдут специальности из сферы строительства, информационно-вычислительной техники, электроники, машиностроения, химических технологий, а также наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической техники, сельского хозяйства, искусства и медицины. «Кавказ. Невыдуманная история» – серия книг под таким названием подготовлена в издательстве Марии Виктора Котлеровых. Небольшие по объему издания раньше не выпускались или выходили в свет малыми тиражами. Словарь географических названий высокогорного Кавказа, кровавый след, суровые склоны Кавказа и словарь горных названий Кабардино-Балкарии. Эти путевые заметки и материалы разных лет содержат как топографические данные, так и сведения о крупных исторических событиях. Мы прошли по следам Тимура, конкретно по Чигемскому ущелью, конкретно через перевал Актапрак в Баксанское ущелье, где, как известно из средневековых источников, Тимур вырубил абсолютно все леса с правой стороны ущелья, чтобы взойти на сам Эльбрус. Я вообще-то не верю в то, что он был там, потому что у него была очень серьезная травма ноги, коленной чашечки, он сильно хромал, но источники говорят так. По словам Виктора Котлерова, выпуск книг серии «Кавказ. Невыдуманная история» будет продолжен. На этом у меня все. Увидимся в следующем часе. Не переключайтесь. Здравствуйте. Эфир телеканала «Россия» продолжит программу «Вести. Утро. Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. С 1 февраля пенсии россиян будут повышены на 11,5%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год, сообщили в республиканском отделении ПФР. В результате индексации средний размер пособия составит 12 900 рублей. Следующее повышение ожидается в апреле, а в августе будет произведен традиционный перерасчет ежемесячных денежных выплат работающим пенсионерам. Напомню, с этого года страховая часть пенсии конвертирована в баллы. С 1 февраля стоимость одного балла составит 71 рубль 41 копейку. В Прохладненской районной больнице появился современный компьютерный томограф. Минздрав КБР приобрел его в рамках сосудистой программы, реализуемой в республике. Согласно ей, в Кабардино-Балкарии будет открыто несколько сосудистых центров. Это позволит проводить раннюю диагностику и лечение больных инсульта. По словам специалистов, новый томограф позволяет получить максимально точное изображение головного мозга, провести анализ и оценку состояния сосудов. Все работы по монтажу и вводу в эксплуатацию были проведены очень оперативно, благодаря содействию Министерства здравоохранения. Специалисты у нас свои, доктора, которые прошли стажировку на рабочем месте на базе Республиканской клинической больницы. Средний медперсонал у нас обучен для работы на этом аппарате. Добавлю, что в конце прошлого года в Прохладненской районной больнице появился новый стационарный цифровой флюорограф. В планах приобрести и передвижной аппарат. Свыше 200 миллионов условных банок плода овощных консервов произведено в Кабардино-Балкарии в прошлом году. Это на 50% превышает показатель 2013-го, информирует Республиканский Минсельхоз. Почти настолько же увеличилось производство сыров и творога. Выработка цельномолочной продукции выросла на 20%. Также стали больше производить кондитерских и макаронных изделий, растительного масла, минеральной воды и безалкогольных напитков. По данным Кабардино-Балкария Стата, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в прошлом году отгрузили товаров, а также выполнили работ и услуг на сумму около 16 миллиардов рублей. Это на 12% больше, чем в 2013 году. В Министерстве образования и науки России приступили к составлению списка самых востребованных и перспективных специальностей, пишет ТАСС. Планируется, что таковых будет 50. По ним будут обучать как минимум в половине вузов страны. Перечень профессий должен быть согласован в отраслевых министерствах и объединениях работодателей. Уже известно, что в список войдут специальности из сферы строительства, информационно-вычислительной техники, электроники, машиностроения, химических технологий, а также наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической техники, сельского хозяйства, искусства и медицины. «Кавказ. Невыдуманная история» – серия книг под таким названием подготовлена в издательстве Марии Виктора Котлеровых. Небольшие по объему издания раньше не выпускались или выходили в свет малыми тиражами. Словарь географических названий высокогорного Кавказа, кровавый след, суровые склоны Кавказа и словарь горных названий Кабардино-Балкарии. Эти путевые заметки и материалы разных лет содержат как топографические данные, так и сведения о крупных исторических событиях. Мы прошли по следам Тимура, конкретно по Чигемскому ущелью, конкретно через перевал Актапрак в Баксанское ущелье, где, как известно из средневековых источников, Тимур вырубил абсолютно все леса с правой стороны ущелья, чтобы взойти на сам Эльбрус. Я вообще-то не верю в то, что он был там, потому что у него была очень серьезная травма ноги, коленной чашечки, он сильно хромал, но источники говорят так. По словам Виктора Котлерова, выпуск книг серии «Кавказ. Невыдуманная история» будет продолжен. Это все, о чем мы успели вам рассказать. На этом я прощаюсь. Хорошего дня.